прям остренько там есть все вкусно так ну не зря я подняла что-то разве я тебя пригласила бы и не накормила ты что вроде все сидит на компьютере учит а успевает я учу по пять по шесть часов это осталось я даю так вот все собрала так давай сам кюти плампу люба очень любит фрукты а у меня фрукты не люблю вот я не знаю почему может я переела в америке потому что раньше я помню в россии когда жила метод фрукты нравится так и любила фрукты я приехала сюда фрукты фрукты я их видимо так переела может изменилась для меня фрукты это просто вообще они не существуют я люблю овощи там я их натушу овощи но фрукты я не могу я вообще не могу их есть все что я ем из но фрукты как я их ем это утром когда я добавляю персик или манго в творог вот я ем тогда фрукты а вот так чтобы фрукты я не знаю почему а мы слезем сам склад дэнил уже знают я обычно его сдерживают потому что когда наберет много фруктов много же их надо есть а за складывать такие коробки а если не ешь и не портится быстро она а он ну он щедрый он знаешь что люблю фрукты он прям вот останавливается или прям ну вот если мои видео кто смотрит они знают что прямо некоторые пишут вот дэнил почему дэнил все покупают потому что он знает нужно друг о друге знаем то что и он не любит что я ходила глазела рот развивала он уже знают что мы быстренько все это загружали чтобы побыстрее из магазина выскочить и он фруктов естественно подойдет фрукта начинать и все еще не то были что он чуть-чуть умалок и внук надо же их есть за день съешь все равно еще добавить вот то если я возьму что-то на задание давай покупаете обычно я покупаю клубнику чини черника на любые здесь называют люблю были обязательно узнать что я люблю клубнику и обязательно но яблоки это как всегда покупая арбуза вот еще пока берем еще от арбузы кстати я люблю я не берем не любишь у меня дома арбуз нарезанный яблоки я забрала арбуз чистить почки и все черешню несколько раз покупала в течение лета и вообще люблю любые конечно виноград все что угодно лишь бы фрукты но дело в том что они же долго не будут лежать в холодильнике поэтому получается что ты немножко себя как бы вот надежно бочка фрукты потому что окружаешь никто не съесть никто вот это никто кто не съесть слава богу сегодня достанет сюда вот это как это я вообще очень сильно сладкоежка я люблю сладкое вот от чего я не могу отказаться это от всякой любички я спокойно не знаю я этого завидую тебе но фруктов тоже много сейчас скажут уж лучше фрукты чем вот это я знаю я не могу есть фрукты я тоже если их много есть тоже много сахара же все равно но я это тоже немного и я это не только когда ты приносишь знаешь что любит наташа отказывается на один раз принесла мне два эклера вот такие фигни готова эклеру вене вечером эклер-то мне принеси а гудак и нет ничего я не могла и остановить она при мне начала есть ну ладно наверно может вини не любит эклеры любит любит эклеры но я съела все молодец да хорошая у нас беседа получилось насчет еды да попросим пусть нам позадают вопросы нам с тобой вместе чтобы мы с тобой как-то вместе может отвечать как ты думаешь ой ко мне приехали вопросы на какую тему я как бы хочу сказать большое спасибо всем два последних видео как бы ну вот я выпустила на одном дыхании было у меня такое состояние души не очень немножко волновалась за работой все и хочу сказать что я настолько благодарна вам за то чтобы откликнулись ваша поддержка ваши пожелания подсказки это настолько важно это это так тепло и радостно на душе от того что вы поддержите люба ты сможешь все получится я думаю какое какое счастье что без возможность такая получить дополнительную поддержку мне конечно дэниел поддерживал мы все равно узнать мнение окружающих как к этому относятся я очень благодарна вам спасибо большое конечно наталья ускакала оставила мне одну сейчас твоя очередь Наталья прискакала 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 я уже поблагодарила что на видео так я слышала мои прям вообще я слышала ну сейчас шумно будет вот он там прошли самое лучшее время да косиньки нет не год слышала у нас слюнка идет но я даже сегодня утром жаловалась на траву ну на той стране даже потекла траву сегодня нет это не у меня ко мне по вторникам приезжают что-то вообще косят там это напротив дома напротив у нас тоже уже теперь платное кошение в прошлом году я косила все сама косила косила в этом году и косила но я сама мне очень нравилось я косила причем плиточку я сначала так накошу потом вот так вине все поражался зачем так я бы мне так красиво саша приехал из Альбинска ну Натаха ты прям футбольное поле делаешь ну ты конечно если возьмешься так не на что да я косила сама никогда не косила никогда не косила дэнил всегда путел сам косил я никогда не знаю хотя я здесь женщины косят Люба я вообще труженица но и разогреваю я на сковородке и полы то я мою нагнувшись нагнувшись я тёка сегодня у тебя нет красавица мешочков то у меня сегодня нет и мне намазала ну не знаю мне там вот потрогай как так прям вот потрогай все равно чувствуется да корочка да носик такой маленький маленький а чё у вас все синие такие нет только у меня у меня бабушка сегодня говорила от кого у тебя такой нос и да ты все маленькие вообще я таких даже не видела с возрастом он у меня уже удлиняется вообще с возрастом знаешь что нос и уши у человека больше становится да ну тут я не знаю какой-то фильм включила у старушек у них уши длинные и чем старше тем длиннее уши и у меня сейчас кстати нормальные длинные у меня раньше чтобы просто пекинес русское телевидение тут включила и леонид куравлев сниматься там и старый-старый фильм и он пытался ушами пошевелить там сцена есть но он не знал как а у меня же получается покажи все покажи вот это для смеха даже ушами шевелить как чепурашка может уже не шевелю как чепурашка а он там поспорил он поспорил с мужчиной там что умеет ушами шевелить напрягаться сидит напрягаться а я в это время уже ушами пошевелила сто раз думаю бедный ушонка а потом думаю нет я умею шевелить но это смешно вот ну покажи вот ты поповернись и покажи ну-ка я надеюсь что видно но это же вообще что-то это что-то тебе надо ехать мне уже жарко от волос то ты меня накормила напоила перегревшаяся сижу даже ушами пошевелила еще чем пошли а носом можешь своим кормом а языком не могу а я не дружи а некоторые могут кончиком языка доставить до кончика носа может нет я не могу но сворачивать меня дочь сворачивает и ты умеешь вот это так а я не умею вот посмотри туда покажи а я не умею и может не могу на бок у меня дождь заворачивает она на дыму и всегда как хотели мне нифига мне толстый язык и все ничего не могу вот видите вываливали ушами шевелим опять мы с тобой позвольте носиком ты не можешь пошевелить не ну не так тренировать буду тебя прием в россию как-то шевелю ушами шевелю носом скажу вот чему мне америка научила да ну ладно это шутка уж так не берите серьезно пути его примут серьезно некоторые хочется именно ну вот действительно подруковаться расслабиться то так все серьезно себя удержать серьезно что-то рассказывать не происходит расслабление напряжение всегда вот так вот просто пошутить как вроде окунуться детства да побаловаться не общекаться я еще ребенок какой-то вообще вот так вот в душе вот это же самое я считаю самое золотое вот сохранить себе душу душу ребенка я тут кем-то развела серьезную прямо смотрю наручить не плачет думаю ничего себе завела я тут это что-то повеселее получит вот это правда так говоришь так мне говорят там говоришь неприятно мне читать такие комментарии а там один тебе написал вот на этой минуте я расплакаюсь почти а я подписала и ела ну так все какие-то намеки там не буду уже возвращаться ты понимаешь что я хочу тебе сказать что плохие и колкие комментарии нам пишут не те кто не наши девочки и мальчики ты понимаешь ты сама это видишь это не наши пишут кто-то любит тебя это те кто забегают с других каналов увидели там поставили гадость написали убежали все и бог с ним ну все я по крайней мере я за подруг рассказала теперь все ко мне уже приставать не будут где они вот наташи слава богу она еще она еще не устроилась на работу а я думаю что она еще пока подойдет что ты пока не устроилась на работу а то попробовать вот это выходные учете подлить у тебя вода вот чинок тут у нас я чинок ничего не оторвешь так все предельно капитально да сколько уже лет на когда я только-только приехала в флориду и 10 лет назад 11 сколько ходила весна я такого не видела уже нет ну где-то 2007 по-моему целый год у нас был пас и мы целый год ходили у нас еще до сих пор пельмени есть и у меня есть вообще наготовили нас тобой заставляют снова готовить и мы что-то не съели а знаешь я думаю там я не помню как нику женщина написала написала сделайте чебуреки и есть там у меня личку прямо они написали на а мне написали тоже дальше сделайте чебуреки я подумал может правда чебуреки сделать надо рецепт место надо вот я конечно возлагаю главную роль на наташу почему она дома она подготовится как сегодня я там с даем 2 часа эти кассеты мы пока все собрали у него книжечка все в сумке где у нас все записано что в какой кассете начали читать эту книжечку чтобы там ну решить какую сделать вперед диска маленькие кассетки я прихожу к наташу машины и всем машине а вене знает что я его машину не возьму потому что у вене я думал механическая коробка передач я на ней ездить не умею он у меня взял эту машину и причина была того что у него в машине не было бензина мне не хочется ехать заправляться можно твою машину возьмем смотришь какие американцы да да он взял я забыла что у меня машине вообще все я ждал живу в машине это у меня полу я ничего не держу я подминаю молодец слушай можете творогу дать не я кушать не хочу так как визор какие у тебя продвижение любая я получил это да я короче вот эти последние четыре дня я пыталась учить веб-драйвер селениум и я вот знаешь как учила найду одно видео посмотрю найду второе видео посмотрю на то третье видео посмотрю как то вот так вот все обрывками и урывками выучила конечно я понимаю уже а вчера думаю а че я все урывками куплю целый курс и что я вчера сделала я зашла я купила целый курс и я сейчас опять сначала и причем знаете так легко уже вот с самого начала сейчас начала я все это знаю уже я там прокручиваю быстро потому что я там надо было тыкалась за эти дни и я этот курс я сначала до конца пройду и все я буду уже искать работу автоматизации вот пожалуйста видите я же говорила я обещаю всем увидите я удивлю всех и мной будет гордиться учитель михаил портнов я даже вижу это видео когда вы снимал делать и буду рассказывать что я устроилась на работу ну это здорово да пожалуйста то что я там разговаривали про портного и она оказывается тоже хотела ехать в эту школу да она была то она приезжала в эту школу она ходила по ней только вот она с михаилом не встретилась потому что ну его не было ой нет он был но он был там занят или что-то не знаю но она также я смотрела тебя когда ты была портного и говорила она исполнила мою мечту потому что она хотела делала она очень хотела поехать и они переписывались и михаил знает это почему что не приехал я буду давали что не поздно поезжать уж так здорово я хочу сказать или я вчера опять вспомнила калифорнию эту поездку я и говорила валя конечно милая я говорю я бы еще заплатила сколько там я истратила на на все что я истратила только вы еще туда попасть и конечно как на другую планету эмоции все вот эти сколько я людей встретила это настолько переполняет эмоции меня и когда я об этом говорю я могу говорить просто неостанавливать ты понимаешь настолько вот эти три месяца они вошли в мою жизнь это вот пока я не умру я это буду помнить всегда и я просто буду обожать эти три месяца со мной приключилась больше чем за пять лет за эти три месяца все вот настолько было сконцентрировано и настолько было там все интересно и я не знаю просто может позволить тебе поехать опять навестить обязательно навещу я так просто я по ним так по всем скучаю я скучаю по школе я скучаю по учителям по главному учителю по всем с кем я училась вот этот класс вот мой класс с которым я училась два месяца у меня такое ощущение что этим училась десять лет мы до сих пор с ними общаемся до сих пор с ними созваниваемся кто на работу устроился кто нет я почти со всеми общаюсь настолько это классно это время много надо ну ты молодец конечно ну я всегда я вообще поддерживаю отношения они для меня все так дорогие даже вот они младшими они все время пишут на также как ты устроилась ли вот я устроился рассказывать какое у них было интервью там что но я вообще балдею конечно здорово поддерживать отношения еще раз хочу сказать михаилу портнову спасибо за все огромное спасибо незабываемая историческая страничка в жизни да ну будут еще страницы это вот как вот то что ты сейчас говоришь это вот то что для меня было в прошлом когда с урала ездила ленинград это было что-то вообще это было незабываемо ты знаешь вообще что-то в жизни не измеряется деньгами да там допустим что-то с тобой происходит может там где-то что-то истратилось но это нему нельзя измерять деньгами я не знаю я не могу поставить цену на тут но те три месяца которые там было я сейчас мне скажи я тебе отдам там я не знаю 20 тысяч долларов я тебе дам и ты забудешь про это я ни за что это не продам вот эта память она мне настолько дорога естественно столько людей есть даже вообще столько людей прошло я обожаю успевала и учиться ой как мне нравилось как мне же мне очень жалко что прошло это все очень быстро я приехала туда и думала ой меня еще три месяца как здорово я первые может не сначала так шли и потом она бэм-бэм я опять дома понимаешь да на жизнь вообще быстро так пролетает с этой работой вот думаю уже 10 лет тоже тарабанила 10 лет любое спасибо это лето мне было веселое а также с дэнил с этим бизнесом не отпуск не может взять не выходных нормальных не поехать куда-то на что планируете куда-то я гости скоро приедут ну я надеюсь что они приедут но неизвестно курс доллара очень сильно подвел всех да у нас были планы поехать все вместе на круиз оксана с игорем я свиньи наташка сашкой шестером мы должны поехать на круиз ну вот я надеюсь что это случится а ты про оксана рассказывала как она оксана рассказывал как она приехала ну что мне кто-то спрашивает есть у меня я видела что у тебя спрашивали я даже поместила ссылку от поместила до оксана приезжала тогда в резон когда наташа саша отдыхали я у оксана спрашивала как они сюда приехали то что любочка милая да наговорились мы с тобой договорились наелись напились что еще готовить не скоро еще на рыбу ну вот беляши беляши по нашему нет чебуреки это разное чебуреки разные опять начнем на наши беляши нет ты чебуреки я беляши мне мама все делает беляши то по-моему их надо ну хотя и чебуреки надо жарить не мясо за тесто жарить то же самое вот она помню делала маленькие такие конвертика и я все ну я была как в комнате полноте с детства и она мне все горница же называлась комната спальня это горница называлась вышла ты горничная горница вот у нас вот кто на урале знает горница может быть да и над горницу мне принесет и поставить я бы мама ну я же на диете она напечет и и все равно мне засуешь запах нашел на меня я поела она мне уговариваю вот это было еще с детства в школе я всегда чувствовала что я крупнее чем мои одноклассники ну видимо кость большая естественно я толстой не была и тогда ну вот кость уже отлично широта кости как бы а лицо у тебя узенькое варянское я завидую просто завидую ее лицу вот давай учись у меня лицо можно поставить циркуль можно поставить циркуль и абсолютной крупкой а вот у любая вот такое самое умное лицо да я в жизни мечтала о каком лице но мечтать и иметь мне казалось оно такое нехорошее молодости думаю надо чтоб круглое было вот только сейчас когда я стала уже более крупная я думаю хорошо что он конец вот такие лица они не отекают ничего у меня если я поправляюсь у меня сразу все идет в лицо это просто ужас да у меня у сестры такая же конструкция как у тебя лицо не узкое если она поправляется у меня идет там в попу но в лицо не ничего не у меня такая сестра она в попу значит это тема верно я не знаю где мама круглые лица но у меня оба они круглые лица я не знаю кого у месяца начала я маму или как у меня вот моя сестра в папу мне тоже лицо круглые я всегда страдают каждый воскресенье разговаривая с мамой это единственное что мне доставляет а радость и счастье вот ей вот 90 лет на следующий год. Ни разу она мне не испортила настроение. 90 лет, представляете? Ни разу она не пожаловалась ни на что. Понимаешь, вот разговариваешь… А вот вы еще и старшая сестра, да? Да, они живут вместе. Я в основном с мамой разговариваю, иногда с сестрой, но мама вот просто вот это вот старой закалки, люди, да, не жалуются, спрошу что-то, ну так вот пора уже, старость, пора готовиться. Вот такие спокойные такие, знаете, жизненные ответы, как бы мне говорят, пора уже, наверное, готовиться. Я говорю, ну что готовиться-то, если… не надо, говорю, никуда готовиться, я как бы… ну что-то такое счастье вот, поговоришь, вроде ни о чем, вот как мы с тобой, да? А вот на душе хорошо. У меня бабуля тоже, она была такая смешная, я помню, ну тоже ей там 80 лет было, она все говорила, ой, да уж пора, пора мне умирать. Что, уже мне 80 лет, уж пора мне умирать. А папа сидел рядом с ней и говорит, мама, да поживи хоть еще немного, ну хоть поживи хоть еще годик-два. А она мне, а она ему, да что-то ты мне уж мало годик-два. Мы так смеялись, сидит, причитает, да, уже пора, пора. Мама, ну поживи хоть еще годик-два. Ну что, ты уж мне мало годик-два. У меня бабушка в 90-е умерла, и вот я поняла, что моя мама тоже как бы, ну хоть дожить до ее лет, а вот уже они приближаются. Я говорю, зачем ограничивать-то себя? Конечно. Живи дольше, ты же уже другое поколение. Ну я вот на день рождения, у меня племянница к ней ездила, она мне попросила записать видео с поздравлением, вот хорошо сообразила. Я начать записала на камеру, племянница высылала, а она маме показала. Ну что вы думаете? Ну я ж там естественно чуть не расплакалась. Мама, которая 90 лет, я ей звоню на следующий день, поздравляю с днем рождения. Ну что-то ты расквасилась. Расквасилась она мне. Ты понимаешь, какая закалка у них, да? Да, да, да. Я там растрогалась, у меня слезы в конце, что жила тебе много лет там всего. Ну ты что-то расквасилась. Словички такие, вот порой я уже их забываю, а она вот в речи их применяет, думаю, блин, хоть записываю. Вот прям такое желание, вот такие родные, и поэтому когда я вот с тобой общаюсь, я расслабляюсь, мне хочется вот именно не красивые какие-то современные слова употреблять, а вот простые, которые вот согревали душу в детстве, которые между, среди людьми, вот они понятные. Расквасилась, оно всем понятно, что это, понимаешь? По-другому сказано, оно настолько мягкое, настолько тепло, да? Вот многие слова уже забываются. Как бабуля у меня скажет, да не похвалься, оденься теплее, а что уж похвалишься-то? На улице-то стужа страшная, на улице-то стужа страшная, да не похвалься хоть, оденься теплее. Ну вот в каждой... Балдею просто от этого, конечно. Столько слов, которые сейчас уже уходят, вроде стыдно их применять, знаешь, в деревне, да? Они такие теплые, такие родные, это прям... Ты знаешь, когда все-таки вот столько лет уже люди, а мне страшно умирать? Вот я разговаривала с мистером Джонсом, ему 93 года. Я ему говорю, а вот, ну, или 92 по-моему, я говорю, страшно, говорит, умирать? Я говорю, вот ты думаешь о смерти? Он говорит, вообще не страшно. Вообще не страшно. Абсолютно. Он говорит, я знаю, что в любой момент в любое время это может прийти, но мне абсолютно не страшно. Он говорит, я боялся раньше, когда был молодой. Да, да, да. А, говорит, сейчас мне нет. Я даже не думаю. Я тоже почему-то в молодости очень боялась этого слова. Я начинала думать, что от тебя никогда, 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 никогда не будут. Бога же, не верили? Угу. И мне вот от этого становилось даже плохо, у меня голова начинала окружиться. Только от этой мысли. Да. Но чем сейчас старше становлюсь, и когда ты понимаешь, что, ну, это как бы действительно, ничего сделать не можешь. Ты… Все дряхлеет. Даже если ты хочешь жить, ну что ты будешь сделать уже со старым больным телом, уже, если оно придет в негодность? Уже, значит… Пора ему… Пора ему… Уже становится спокойнее на душе. Смотри, Люба, если ты доживешь до 90 лет, ты знаешь, что ты прожила жизнь, и как бы пора уже, вроде ты… Да, да, да. Бог дал и Бог… Само… Вот мне страшно умирать, допустим, если, не дай Бог, ты заболеешь раком, допустим, да? Да. И вот это вот увядание в молодые годы… Да и вообще тяжелый уход, когда болезнь… Да, а вот когда в старости, я думаю, что… Я так очень рада за маму, что вот есть столько лет, и у нее никаких нет болезней, что она не страдает. Ну, вот кашляет, бронхи немножко, ну, вот как бы они подлечивают. А так я очень рада, я считаю, вот это счастливая старость. Она говорит, ноги не ходят. Ну, конечно, не ходят. У нас стариков-то, знаешь, как тут гоняют, чтоб ноги там не ходили? Специальные физиотерапевты тут ходят, подвязывают их на пояса, держат их за пояса, заставляют их переставлять ноги. Ну, а сестра… У нас же как понятие в России? Не может ходить, зачем им заставлять, да? Это уже вроде нехорошо, что ты через силу будешь заставлять. Ну, сестра и боится. Ну, что ж, если она упадет, и не поднять ее, и ушибется. Знаешь, как вот… Все-таки вот почему, я считаю, лучше жить в таких домах? Профессиональный все равно уход. Вот я не знаю. Я думаю, у нас в России уже… Люба, если ты попадешь в такой дом в старости, считай, что тебе повезло. Конечно. Потому что не каждому дано, не каждому, как бы, по карману в такие дома, это естественно. И если кому-то дети платят за такой дом, и это самые счастливые старики, потому что дети… У них своя жизнь, да. Не то, что твоя жизнь, но дети, они работают целый день. Конечно. Старик сидит дома один, даже если уже выйдут детей, он упал, и что дальше? Нет никого дома. Или дети приходят, им надо за стариками ухаживать, они уставшие, да. У них личной жизни нет. Ну, я думаю, что вот если бы я не работала, допустим, да, то, допустим, если у меня была бы мама старенькая, если бы я не работала, то да, это одно. А если ты работаешь, а мама сидит целый день дома одна, и если у меня есть возможность в такой дом, в санаторию ее поместить, конечно… Да, это санаторий. Да, это санаторий. Это самый настоящий… Да. Сашка с Наташкой приехали, Сашка говорит, я завтра переезжаю сюда, я, говорит, буду здесь жить. Наташа все говорит, завтра ты будешь, тебе будут вручать эту, можно я приду сниму тебя? Да, я хотела снимать. Я ей говорю, нет. Понимаешь, мы каждый год подписываем, что вот именно… Другое дело, если ты снимешь для домашних видео, ну ты же на YouTube поставишь. А они, вот как наша начальница сказала, у меня нет времени по Facebook шариться в вашем… Я бы сняла тебя так, что никто бы никого не увидел. Я бы все лица сделала мутными. Ничего бы тебе не сделали. Да, а что там снимать-то? Выйду на сцену, руку потрясут. И что? Приятно нам, всем будет приятно за тебя. Можно позвонить, спросить у… Ты думаешь, что я бы выставила… Я тебе еще раз говорю, я бы… Во-первых, мы бы тебе это на канал поместили. Там старички сидят. Старички бы были все смутными лицами. Я бы все это убрала. Никто бы никого не узнал. Ой, не знаю. Узнали бы тебя. Ну опять же, если разрешат, да, нет. Ну конечно, мы не пойдем. Что ж… Рисковать, ну их нафиг. Работу потеряешь из-за… Хочется поделиться, конечно. Да. Вот это самое. Вот как Дэния, он меня не взял, когда ему вручали авару, он не ожидал. Он не ожидал. Я говорю, может с тобой пойти? Ой, да что там вот, скукотища, он мне говорит. А потом, когда я пришел с двумя-то этими авардами, и за год, и как лучший бизнесмен, он… Ой, зря тебя, говорит, не взял. Надо было взять. Говорит, я аж успела. Конечно. Лучше мы его за год признали. А как мне тоже, вон, таймшер, когда я работала, мне аворды давали за авордами. Ой, грамоты за грамотами. У меня Артем, когда со мной ходил, говорит, мама, ничего себе, у тебя больше всех этих грамот. У меня я прям выходила, помню, вот так вот. Здесь любят вот такие незначительные всякие аворды давать. Значок в любом случае у меня. У меня уже есть пять лет и будет десять лет. Я не думала, что там будет какой-то специальный аворд. Я не думала. Ну, мне сегодня позвонили домой, в Human Resources, по-нашему, как называется, где на работу принимают в России. Human Resources, ты имеешь в виду? Да, что это? Отдел кадров. Отдел кадров. Вот они мне сегодня позвонили. Я думала, уже Наташа меня вызванивает. Это отдел кадров. Вы, говорит, завтра придете на торжественную часть? Я говорю, ну, если меня заменят, потому что она начинается в три часа, а я работаю. Я говорю, меня заменят, то, конечно, приду. Но они обязаны будут заменить. Она уже после меня позвонила, я уверена, уже начальнице моей, чтобы я пошла. Да. Они любят это, да, любят поздравлять. Незначительные, совершенно пустошные подарки, но вручают. Простите меня за то, что я ем торты перед вами. Нет, не прощайте. Люблю. А я вам фрукты все съела, так и что теперь? Каждому свое. Угу. Нет воды-то есть? Все. Вот. Все, да? Еще чайку только дай, дай я чайку попью. Ну что, прощаться будем? Да. Будем прощаться. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за ваше время, за ваши комментарии, за то, что вы с нами дружите. Мы вас любим, не передать как. Спасибо. Любим, ждем, дружим. Да. Всем хорошего дня, настроения. До новых встреч. Пока. Пока. У-ху. 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 У- 這個. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok